Ночь перед Рождеством Николай Васильевич Гоголь Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело каледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра. Но зато так было тихо, что скрыт мороза под сапогом слышался за полверсты. Ещё ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкую, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошёл тучию по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом чёрными смушками, с дьявольской сплетённой плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы верно приметил её, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнёт. Он знает наперечёт, сколько у каждой бабы свинья мечет поросёнков и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал. Да и какое ему дело до чужих? У него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только чёрным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звёзды одна за другою пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре ещё блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близоруки хотя бы надел на нос вместо очков колёса с комиссаровой брички и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что не попадалось мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Ярисковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды, только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове. И что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт, которому последняя ночь осталось шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутренне, побежит он без оглядки, поджавший хвост в свою берлогу. Между тем, чёрт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдёрнул её назад, как бы обжёгшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны и снова отскочил и отдёрнул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил своих проказ. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его с одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки, наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чём не бывал, побежал далее. В диканьке никто не слышал, как чёрт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего, ни с того танцевал на небе и уверял с божбою в том всё село. Но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться чёрту на такое беззаконное дело? А вот какая? Он знал, что богатый казак Чуб приглашён дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской пепческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого боса, казак Свербегус и ещё кое-кто, где кроме кутьи будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всём селе, останется дома, а к дочке, наверное, придёт кузнец. Силач и дитина хоть куда, который чёрту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всём околотке. Сам ещё тогда здравствовавший сотник Элко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканские казаки хлебали борщ, были размалёваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых. И теперь ещё можно найти в церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалёванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный чёрт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель. А заключённые прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над этой картиною и писал её на большой деревянной доске, чёрт всеми силами старался мешать ему. Толкал невидимо под руку, подымал на горнило в кузнице залу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на всё, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора. И с той поры чёрт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете. Но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый чуб ленив и нелёгок на подъём. К дьяк уже от избы не так близко. Дорога шла по-за лесам мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Ещё при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нём ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только чёрт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашёл дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула тут чёрт, подъехавши мелким бесом, подхватил её под руку и пустился нашёптывать на ухо то самое, что обыкновенно нашёптывают всему женскому роду. Чудо устроено на нашем свете. Всё, что не живёт в нём, всё силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в миргороде один судья до городничьей хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а всё мелкое чиновничество носило простые нагольные. Теперь же и заседатель, и под каморий отсмаливали себе новые шубы из решетиловских смушек суконною покрышкою. Канцелярист и волосной писарь третьего года взяли синие китайки по шести гривен оршин. Панамарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, всё лезет в люди, когда эти люди не будут суетные. Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть чёрта пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, а между тем, как фигура взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними. Так это кум ещё не было у дьяка в новой хате, говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому высокому в коротком тулупе мужику с обросшую бородою, показывавшую, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. «Там теперь будет добрая попойка», продолжал Чуб, осклабив при этом своё лицо. «Как бы только нам не опоздать». Присём Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и угрозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился. «Что за дьявол? смотри, смотри по нас!» «Что?» произнёс кум и поднял свою голову так же вверх. «Как что? Месяца нет!» «Что за пропасть? В самом деле нет месяца!» «То-то, что нет!» выговорил Чуб с некоторую досаду на неизменное равнодушие кума. «Тебе, небось, и нужды нет!» «А что мне делать?» «Надобно же было!» продолжал Чуб, утирая рукавом усы. «Какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить и вмешаться!» «Право, как будто насмех!» «Нарочно, сидевший в хате, глядял в окно!» «Ночь! Чудо! Светло! Снег блещет при месяце!» «Всё было видно, как днём!» «Не успел выйти из-за двери!» «Вот!» «Хоть глаз свыкали!» Чуб долго ещё ворчал и бронился, а между тем в это же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявший на столе воренуху. Ах, всё это было заманчиво, правда, но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке, курить спокойно люльку, и слушать сквозь упоительную дремоту калятки и песни весёлых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно и страшно идти тёмной ночью, да и не хотелось таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивший побранки обратился он снова к куму. — Так нет, кум, месяца? — Нет. — Чудно право. А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где берёшь его? — Хой чёрт славный, отвечал кум, закрывая берёзовую тавлинку и сколотую узорами. — Старая курица не чихнёт. — Я помню, продолжал всё так же чуб. — Мне покойный шинкарь Зазуля раз привёз табаку изнежина. Ох, табак был, добрый табак был. Так что же, кум, как нам быть? Ведь темно на дворе. — Так пожалуй, останемся дома, произнёс кум, ухватясь за ручку двери. Если бы кум не сказал этого, то чуб верно бы решил остаться. Но теперь его как будто что-то дёргало идти наперекор. — Нет, кум, пойдём, нельзя, нужно идти. Сказав ше это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь. Но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Кум не выразив на лице своём ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно всё равно сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батага свои плечи и два кума отправились. в дорогу. Теперь посмотрим, что делает оставшись одна красавица дочка. Оксане не минуло ещё и семнадцати лет, как во всём почти свете, и по ту сторону диканьки, и по эту сторону диканьки, только и речей было, что про неё. парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки не было ещё никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала всё, что про неё говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Порубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, чем с другими. По выходе отца своего она долго ещё принаряживалась и сжиманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша?» — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чём-нибудь поболтать с собою. «Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшая в зеркале, свежая, живое в детской юности лицо с блестящими чёрными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказала противное. «Разве чёрные брови и очи мои?» — продолжала красавица, не выпуская зеркало. «Так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздёрнутом кверху носе, и щеках, и в губах? Будто хороши мои чёрные косы. Ух, их можно испугаться вечером, они, как длинные змеи, перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша». И, отодвигая несколько подали от себя зеркало, вскрикнула «Нет, хороша я, ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою, как будет любоваться мною мой муж!» Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть. «Чудная девка!» прошептал вошедший тихо кузнец. «Их хвостовства у неё мало. Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и ещё хвалит себя вслух». «Да, порубки, вам ли читая, вы поглядите на меня!» продолжала хорошенькая кокетка. «Как я плавно выступаю! У меня сорочка шита красным шёлком, а какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче голуна! Всё это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки. И суровость в нём была видна, и сквозь суровость какая-то издёвка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу. И всё это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать её миллион раз. Вот всё, что можно было сделать тогда наилучшего. «Зачем ты пришёл сюда?» — так начала говорить Оксана. «Разве хочется, чтобы я выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам, вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас. Что сундук мой готов? Будет готов, моё серденько, после праздника будет готов. Если б это знало, сколько возился около него, две ночи не выходил из кузницы, зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какое не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан? Хоть весь околоток в выходе своими беленькими ножками не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня, позволь, хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Кто ж тебе запрещает? Говори, гляди. гляди. Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах. «Позволь мне сесть возле тебя», сказал кузнец. «Садись», проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство. «Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя», произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца и оттолкнула его. «Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Пойди прочь, у тебя руки жестче железа, да и сам ты пахнешь дымом, я думаю, меня всю обмарал сажей». Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. «Не любит она меня», думал про себя, повеся голову кузнец. «Ей все игрушки, я стою перед нею, как дурак, и очей не свожу с нее, и все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей». чудная девка. Чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит, но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучит меня бедного, а я за грустью не вижу света, а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить. «Правда ли, что твоя мать ведьма?» произнесла Оксана и засмеялась, и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот, как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и совсем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо. «Что мне до матери? Ты у меня мать и отец, и все, что не есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал, кузнец Вакула, проси у меня все, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе, прикажу тебе сделать золотую кузницу и станешь тыковать серебряными молотами. Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану. Вишь ты какой, только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, проговорила лукаво, усмехнувшись Оксана. «Однако кто-то стукнул, верно, девчата с парубками». «Чего ж мне больше ждать?» говорил сам с собой кузнец. Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется по крайней мере другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего, и я отучу... Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос «Отвори!» прервал его размышления. «Постой, я сам отворю», сказал кузнец и вышел в сене в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку. Мороз увеличился и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевший колпак и ставший перед очагом, будто в самом деле кухмистр поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета, и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведшей себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей. Но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посередине хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца Вакула имела отроду не больше сорока лет. Она была не хороша, не дурна собою. Трудно быть хорошую в такие года. Однако ж она так умела причаровывать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова, и дьяк, и Осип Никифорович, конечно, если дичихи не было дома, и казак Корничуб, и казак Касьян Свербы Гус. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетые в кабиняк с ведлогою в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, как не зайти к салохе, не поесть жирных со сметаной вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл заходить по дороге. А пойдет ли бывало салоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова погладил усы, заматывал за ухо оселядец и говорил стоящему близ его соседу, «Эх, дубрая баба, черт баба!» Салоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Салоха была приветливее всего с казаком чубом. Чуб был вдов. Восемь скирт хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих валов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидовали шедшую куму, корову или дядю, толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваяся задом, когда завидовал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми голунами. Покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, перейдя в ее руки, и удваивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы, наверное, не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солуха точно ведьма, что Парубок Кизя Колупенко видел у нее сзади хвост величиной у не более бабьего веретина, что она еще в позапрошлый четверг черную кошкой перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух тымиш коростявый. Он не применул рассказать, как летом перед самою Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмастивший под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенную косою в одной рубашке начала подоить коров, а он не мог пошевельнуться. Так был околдован. Подоивший коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брэшут сучи бабы!» бывал обыкновенный ответ их. Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула. Это вакула принес. Пусть же сам и вынесет. Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел чуба обру кускумом уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, в воздухе забелело, снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и молевать обидные карикатуры. В самом деле едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно. Стой, кум, мы, кажется, не туда идем, сказал немного отошедший Чуб. Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги, а я тем временем поищу здесь. Дернят же нечистые силы потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу! Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана! Дороги, однако, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все, и, стряхнувшись с себя, снег вошел в сене, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая, намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее. — Чего тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец. Чуб, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. — Нет, это не моя хата, говорил он про себя. Мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была эта хата? Вот на, не распознал. Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата, похожа на мою. То-то мне показалось, и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж, Левченко, сидит теперь у диака, это я знаю. Зачем же кузнец? — Э-э-э-э, он ходит к его молодой жене. Вот как хорошо. Теперь я понял. — Кто ты такой, и зачем таскаешься под дверями? — произнес кузнец суровее прежнего, и подойдя ближе. — Нет, не скажу ему, кто я, подумал Чуб. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок? И, переменив голос, отвечал. — Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколедовать немного под окнами. — Убирайся к черту со своими колядками, сердито закричал в акула. — Чего ж ты стоишь, слышишь, убирайся, сей же час вон. Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушать приказания кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. — Что ж ты в самом деле так раскричался? — произнес он тем же голосом. — Я хочу колядовать, да и полно. — Э, да ты от слов не уймешься. Вслед за семи словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо. — Да, вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться, произнес он, немного отступая. — Пошел, пошел, кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком. — Что ж ты, произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость, ты, я вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься. — Пошел, пошел, закричал кузнец и захлопнул дверь. — Смотри, как расхрабрился, говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй подойди, видишь, какой. Вот большая цацца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? — Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать. Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж, посмотреть на спину и плечи, я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. — Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузнецу. Ты у меня напляшешься и весь проклятый шебешник. Однако ж, ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно. Ведь как больно поколотил проклятый кузнец. Тут чуп, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным. И самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирульника, тирански хватающего за нос свою жертву, показалась полусладкая мина. Но если бы однако снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как чуп останавливался, почесывал спину, произносил, больно поколотил, проклятый кузнец, и снова отправлялся в путь. В то время, как проворный франт с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи прибоку ладонка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел, толпы парубков и девушек показались смешками, песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились клядущие. Чудно блещет месяц, трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Кучи девушек с мешками вломились в хату чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались поляныцами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои калятки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости. Болтала то с той, то с другою и хохотала безумолку. С какой-то досадой и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал калятки, хотя сам бывал от них без ума. — Эх, одарка, сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек, у тебя новые черевички, ах, какие хорошие, и с золотом, хорошо тебе, одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает, а мне некому достать такие славные черевички. — Нет, уже моя ненаглядная Оксана, подхватил кузнец, я тебе достану такие черевички, какие редкая панночка носит. — Ты, сказала скоро и надменно поглядев на него Оксана, — Посмотрю я, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу, а разве принесешь те самые, которые носит царица? — Видишь, каких захотела, — закричала со смехом девичья толпа. — Да, продолжала гордо красавица, будьте все вы свидетельницы, если кузнец в Акула принесет те самые черевички, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тотчас же за него замуж. Девушки увели с собою капризную красавицу. — Смейся, смейся, — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою, думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, но бог с ней, будто только на всем свете одна Оксана. Слава Богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что, Оксана, с нее никогда не будет доброй хозяйки, она только мастерица рядится. Нет, полно, пора перестать дурачиться. Но в то самое время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говоривший насмешливо. «Достань кузнец царицы на черевичке, выйду за тебя замуж». Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпы каледующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал, и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех. Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи, целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у Поповны брался за сердце, охл и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все, кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, при том же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув своих капелюх снег и выпивший из рук к Солохе чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель, а, увидевши свет в ее хате, завернул к ней в намерении провесть вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», шептал голова, «Мне не хочется теперь встретиться с дьяком». Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем, уголь выспала в катку и дюжи голова влез с усами, с головой и с капелюхами в мешок. Дьяк вошел, покряхтывая, потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие. «Что это у вас великолепная салоха?» И, сказавши это, отскочил он несколько назад. «Как что, рука, Осип Никифорович?» — отвечала салоха. «Рука!» — произнес сердечно довольный своим началом диак и прошелся по комнате. «А это что у вас, дрожайшая салоха?» — произнес он с таким видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад. «Будто не видите, Осип Никифорович?» — отвечала салоха. «Шея! А на шее маниста!» «Хм-хм! На шее маниста!» И диак снова прошелся по комнате, потирая руки. «А это что у вас несравненная салоха?» Не известно, к чему бы теперь притронулся диак своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук, и голос казака чуба. «Ах, боже мой, стороннее лицо!» — закричал в испуге диак. «Что теперь, если застанут особу моего звания, дойдет до отца Кондрата?» Но опасения диака были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшную рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую. «Ради Бога, добродетельная Солоха!» — говорил он, дрожа всем телом. «Ваша доброта, как говорит Писание Илуки, глава три на три. Стучаться, и Бог, стучаться, спрячьте меня куда-нибудь!» Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом диак влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с пол мешка угля. «Здравствуй, Солоха!» — сказал, входя в хату Чуб. «Ты, может быть, не ожидала меня?» «А, правда, не ожидала! Может, я помешал?» — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовила отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. «Может, вы тут забавляетесь с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?» И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, давай теперь выпить водки! Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу!» «Послал же Господь такую ночь перед Рождеством!» «Как схватилось!» «Слышишь, Солоха, как схватилось!» «Эх, окостенели руки!» «Не расстегну кожуха!» «Как схватилось вьюга!» «Отвори!» раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. «Стучит кто-то!» сказал остановившийся Чуб. «Отвори!» закричали сильнее прежнего. «Это кузнец!» произнес, хватаясь за капелюхи, Чуб. «Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня!» «Я ни за что на свете не хочу показаться этому выродку проклятым, чтоб ему набежало дьявольскому сыну!» «Под обоими глазами по пузырю в копну величиною!» Солоха, испугавшись, сама обеталась, как угорелая, и, позабывши, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже Диак. Бедный Диак не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапку и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. То самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербый гус. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни коридующих. Наконец остановил глаза на мешках. Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. кузнец. говорил кузнец. Не хочу думать о ней, а все думается и как нарочно о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего. Тут верно положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешок с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет! вскричал он, помолчав и ободрившись. Что я за баба? Не дам никому смеяться над собой. Хоть десять таких мешков все подыму. И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. Взять и этот продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал свернувшись черт. Тут, кажется, я положил струмент свой. Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню «Мени жинкуй не возиться». Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились в волю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло «Щедрик, ведрик, дайте варенок, грудочку кашки, кильцы ковбаски». Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с состепенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасой в руках или куском пирога. Парубки и девушки на перерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедшие со всех сторон, окружали толпу девушек. Шум, крик. Один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась. И еще более казался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули, бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал эту шибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которую ему послышался голос Оксаны. Так это она стоит как царица и блестит черными очами. Ей рассказывает что-то видный парубок, видно забавное, потому что она смеется. Она всегда смеется, как будто невольно, сам не понимая, как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее. «А, акула ты тут? Здравствуй», сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила в акулу с ума. «Ну, много наклядовал, о, какой маленький мешок, а черевички, которые носит царица, достал?» «Достань черевички, выйду замуж» и, засмеявшись, убежала с толпою. Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу, нет сил больше», произнес он наконец. «Но, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, все, ну, вот так и жжет, так и жжет. Нет, не в мочь уже, переселись, от себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа, пойду, утоплюсь в проруби и поминай, как звали». Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом «Прощай, Оксана, ищи себе, какого хочешь жениха, дурач кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете». Красавица казалась удивленной, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. «Куда вакула?» кричали парубки в виде бегущего кузнеца. «Прощайте, братцы!» кричала в ответ кузнец. «Даст Бог увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом, скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе, свечей к иконам чудотворца и Божией Матери, грешен не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне на церковь, прощайте!» Проговоривший это кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. «Он повредился», говорили парубки. «Пропавшая душа!» набожно пробормотала проходившая мимо старуха. «Пойти рассказать, как кузнец повесился». Часть третья Вакула, между тем, пробежавший несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда я в самом деле бегу?» подумал он, «Как будто уже все пропало!» «Попробую еще средства!» «Пойду к запорожцу пузатому потюку!» «Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет!» «Пойду, ведь душе все же придется пропадать!» При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости. Но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к пузатому потюку. Этот пузатый потюк был точно когда-то запорожцем. Но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил как настоящий запорожец. Ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру. Впрочем, было где и поместиться, потому что потюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и, казалось, винокуренная Кать двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже знали, что он знахарь. Бывал ли кто болен, чем тотчас призывал потюка. А потюку стоило только пошептать несколько слов, и не дуг, как будто рукой снимался. Случалось ли, что проглодавшийся дворянин подавился рыбьей костью? Потюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. Последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел потюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла как нарочно наравне наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки. Нет, этот, подумал вакула про себя, еще ленивее чуба, тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять. Потюк верно крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивший на порог, отвесил ему принизкий поклон. Я к твоей милости пришел, потюк, сказал вакула, кланяясь снова. Толстый потюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. Ты, говорят, не во гнев будь сказано, сказал, собираясь с духом кузнец. Я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишься немного сродни черту. Проговоря эти слова, вакула испугался. Подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова. И, ожидая, что потюк, схвативший кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но потюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. К тебе пришел потюк, дай, Боже, тебе всего. Добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции. Кузнец иногда умел ввернуть модное слово. В том он понатарел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. Пропадать приходится мне, грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта. Что ж, потюк, произнес кузнец, видя неизменное его молчание, как мне быть? Когда нужно черта, то и ступай к черту, отвечал потюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки. Для того-то я и пришел к тебе, отвечал кузнец, отвешивая поклон. Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Потюк ни слова и доедал остальные галушки. Сделай милость, человек добрый, не откажи, наступал кузнец. Свинина ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего в случае потребности, как обыкновенно между добрыми людьми водится, не поскупимся. Расскажи хоть, как примерно сказать, попасть к нему на дорогу. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, произнес равнодушно потюк, не изменяя своего положения. Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» безмолвно спрашивала его мина, а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но потюк молчал. Тут заметил вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было, но вместо того на полу стояли две деревянные миски. Одна была наполнена варениками, другая сметаной. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушания. «Посмотрим», говорил он сам себе, «как будет есть потюк вареники? Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя, нужно вареник сперва обмакнуть в сметану». Только что он успел это подумать, потюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Потюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать. «Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаной. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя при том, что один только потюк может помочь ему. Поклонюсь ему еще. Пусть растолкует хорошенько. Однако что за черт? Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники? Вареники скоромные? Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь. Назад! И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не смог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз подрал по коже кузнеца. Испугавшись и побледнев, не знал он, что делать, уже хотел перекреститься, но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал, «Это я, твой друг, все сделаю для товарища и друга, денег дам сколько хочешь», пискнул он ему в левое ухо, «Оксана будет сегодня же наша», шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнец стоял, размышляя. «Изволь», сказал он наконец, «за такую цену готов быть твоим». черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался, кузнец», думал он про себя, «теперь-то я вымещу на тебя, голубчик, все твои малевания и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» тут черт засмеялся от радости, вспомнивший, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумки. «Ну, вакула», пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делают?» «Я готов», сказал кузнец. «У вас я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь». Тут он заложил назад руку и «Хвать черта за хвост!» «И видишь, какой шутник!» закричал, смеясь черт, «Но полно, довольно уже шалить!» «Постой, голубчик!» закричал кузнец. «А вот это как тебе покажется?» При всем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. «Постой же», сказал он, стаскивая его за хвост на землю, «будешь ты у меня знать, подучивать на грехи добрых людей и честных христиан». Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения. «Помилуй вакула», жалобно простонал черт, «все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние, не клади на меня страшного креста». «А-а-а-а, вот каким голосом запел немец проклятый. Теперь я знаю, что делать, вези меня сей же час на себе». «Слышишь, неси, как птица. — Куда? — произнес печальный черт. — В Петембург, прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух. Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он и в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досадой станет называть ее первую красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он верно придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурово. Нужно ему дать, как будто нехотя поцеловать себя. То-то он обрадуется. И ветреная красавица уже шутила с своими подругами. — Постойте, — сказала одна из них. — Кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки. Он не по-нашему накаледовал. Я думаю, сюда по целой четверти барана кидали. А колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь! Целые праздники можно объедаться. — Это кузнецовые мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал. Все со смехом одобрили такое предложение. — Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа, вдруг сились сдвинуть мешки. — Постойте, — сказала Оксана. — Побежим скорее за санками и отвезем на санках. И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что Дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть, но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех — это удерживало его. И он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть, страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти по крайней мере шагов сотню, а может быть и другую. Вылезший же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс. Столько работы, да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, как девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дожидаться авось, либо придет какой-нибудь набожный дворянин и поподчует его. Но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении. — Ишь, какие мешки кто-то бросил на дороге, — сказал он, осматриваясь по сторонам. — Должно быть, тут и свинина есть. Полезно же кому-то счастье наколедовать столько всякой всячины. Какие страшные мешки. Положим, что они набиты гречниками да коржами. И то добре. Хотя бы были тут одни поляныцы, и то в шмак. Жидовка за каждую поляныцу дает осьмуху водки. — Утащить скорее, чтобы кто не увидел. Тут взвалил он себе на плеча мешок с щубом и диаком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он. А вот как нарочно идет ткач Шапу-Валенко. — Здравствуй, Остап! — Здравствуй, — сказал остановившись ткач. — Куда идешь? — А так иду, куда ноги идут. — Помоги, человек добрый, мешки снесть. Кто-то каледовал да и кинул посередине дороги. Добром разделимся пополам. — Мешки. А с чем мешки? С книжами или поляныцами? — Да, думаю, всего есть. Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах. — Куда ж мы понесем его в шинок? — спросил дорогую ткач. — Но бы и я так думал, чтобы в шинок. Но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще что, где-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Там никто не помешает. Жинки нет дома. — Да точно ли нет дома? — спросил осторожно ткач. — Слава богу, мы не совсем еще без ума, — сказал кум. — Черт ли бы принес меня туда, где она? Она, думаю, протаскается с бабами до света. — Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в синях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь. Кум остолбенел. — Вот тебе на! — произнес ткач, опустя руки. Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумушек и зажиточных старух. Хвалила и ела с большим аппетитом, и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время, и видела его иногда. Хат их была вдвое старее шаровар волосного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий, выходивший из дому, никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что не напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина охая плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях. Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами. Но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила. — Вот это хорошо! — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. — Это хорошо, что накаледовали столько. Вот так всегда делают добрые люди, только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слушайте, покажитесь, и есть же час, мешок ваш. — Лысый черт тебе покажет, а не мы! — сказал приосанись кум. — Тебе какое дело? — сказал ткач. — Мы накаледовали, а не ты. — Нет, ты мне покажешь негодный пьяница! — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сене уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине, и уже стояла возле мешка. — Что мы допустили ее? — сказал ткач, очнувшись. — Ты что мы допустили? — А чего ты допустил? — сказал хладнокровно кум. — У вас кочерга, видно, железная, — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пив копы. — Да ничего, не больно. Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но верно старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. — И-и-и, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши. — Кабан, слышишь, целый кабан! — толкал ткач кума. — А все ты виноват. — Что ж делать? — произнес, пожимая плечами кум. — Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок? Ну, приступай. — Пошла прочь! Пошла! Это наш кабан! — кричал выступая ткач. — Ступай! Ступай, чертова баба! Это не твое добро! — супруга принялась снова за кочергу. Но чуб в это время вылез из мешка и стал посреди синей, потягиваясь как человек, только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударившая полой руками, и все невольно разинули рты. — Что ж она, дура, говорит, кабан? Это не кабан? — Видишь, какого человека кинула в мешок, — сказал ткач, пятясь от испугу. — Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он не пролезет в окошко. — Это кум! — вскрикнул, вглядевшись, кум. — А ты думал, кто? — сказал чуб, усмехаясь. — Что, славную я выкинул на два мешутку? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? — Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось. — Что? Ткач и кум кинулись к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка. — Вот и другой еще! — вскрикнул со страхом ткач. Черт знает, как стало на свете. Голова идет кругом. Не колбас и не поляныц, а людей кидают в мешки. — Это дьяк! — произнес изумившийся более всех чуб. — Вот тебе на, ай да салоха! Посадить в мешок. То-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному. Вот тебе и салоха! Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. — Нечего делать, будет с нас и этого! — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая, если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок. Глупые девчата разбегутся. Подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице. Может быть, до завтра. Девушки, между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихрь с санками по скрипучему снягу. Множество шаля садилось на санки, другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Все. Наконец приехали, отворили на стеж двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок. — Посмотрим, что-то лежит! — тут закричали все, бросившись развязывать. Тут и котка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло. — Ах, тут сидит кто-то! — закричали все, и в испуге бросились вон из дверей. — Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые? — сказал, входя в дверь чуб. — Ах, батька! — произнесла Оксана. — В мешке сидит кто-то. — Мешке? Где вы взяли этот мешок? Кузнец бросил его посередине дороги, — сказали все вдруг. — Ну, так не говорил ли я? — подумал про себя чуб. — Чего же вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не погневиться, что не называем по именю отчеству. Вылезай из мешка! Голова вылез. — Ах! — вскрикнули девушки. — И голова влез туда же! — говорил про себя чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. — Вишь как, хе? — более он ничего не мог сказать. Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать. — Должно быть на дворе холодно, — сказал он, обращаясь к чубу. — Морозец есть, — отвечал чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? С мальцем или дегтем? Он хотел не то сказать. Он хотел спросить, как ты, голова, залез в этот мешок, но сам не понимал, как выговорил совершенно другое. — Дегтем лучше, — сказал голова. — Ну, прощай, чуб. И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты. — Для чего, — спросил я сдуру, — чем он мажет сапоги? — произнес чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да салоха! Эдакого человека засадить в мешок! Вишь, чертова баба! А я дурак! Да где же тот проклятый мешок? Я кинула его в угол. Там больше ничего нет, — сказала Оксана. — Знаю я эти штуки. Ничего нет. Подайте его сюда. Там еще один сидит. Встряхните его хорошенько. Что, нет? Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее, как святая, как будто из коромного никогда не брала в рот. Но оставим чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу. Потому что уже на дворе верно есть час девятый. Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то и зацепил бы его шапкою. Однако шмал и спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине, воздух в легком серебряном тумане был прозрачен, все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо них, сидя в горшке колдун, как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов, как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом, как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужна ведьма. Много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, а потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня, и кузнец увидел себя на люхом бегуне середи улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск! По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извозчики, форейторы кричали, снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней, пешеходы сжались и теснились под домами унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. — Боже ты мой! Сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель, а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничие, то верно комиссары, а может, еще и больше. Его слова прерваны были вопросом черта. — Прямо ли ехать к царице? — Нет. — Страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. — Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам. Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успела глянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и поддался немного назад от блеска, увидевший убранную комнату. Но немного ободрился, узнавший тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками. — Здравствуйте, панове! Помогай бог вам! — Вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. — Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее. — А вы не познали? — сказал кузнец. — Это я, Вакула, кузнец. Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай боже вам, всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. — А-а-а! — сказал тот же запорожец. — Это тот самый кузнец, который молюет важно. — Здорово, земляк! Зачем тебя бог принес? А так захотелось поглядеть. Говорят, что же земляк сказал, приосанясь запорожец, и желая показать, что он может говорить и по-русски. — Что? Большой город! Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком. При том же, как имели случаи видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. — Губерния знатная, — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать. Домы болшущие, картины висят, скрозь важные. Многие домы, исписанные буквами сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция. Запорожцы, услышавший кузнеца так свободно изъясняющегося, вывели заключение, очень для него выгодное. — После потолкуем с тобою, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице. — К царице? — А будьте ласковы, панове. Возьмите и меня с собою. — Тебя? — произнес Запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? — Нет, не можно. При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицею толковать про свое. — Возьмите! — настаивал кузнец. — Проси! — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману. Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил. — Возьмем его, в самом деле, братцы. — Пожалуй, возьмем, — произнесли другие. — Надевай же платье, такое, как и мы. Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать. Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям. — Боже ты мой! Какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло. Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сиени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу. — Что за лестница? — шептал про себя кузнец. — Жаль ногами топтать. Какие украшения! Вот говорят, лгут сказки. Кой черт лгут! Боже ты мой, что за перила! Какая работа! Тут одного железа рублей на пятьдесят вышло. Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы. Кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была причистая дева с младенцем на руках. — Что за картина? Что за чудная живопись? — рассуждал он. Вот, кажется, говорит, кажется, живая. А дитя святое. И ручки прижала. И усмехается бедная. А краски! Боже ты мой, какие краски! Тут в охры, я думаю, и на копейку не пошло. Все ярь да бакан. А голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был Блейвасом. Сколь, однако ж, неудивительны сии малевания. Но это медная ручка. Продолжал он, подходя к двери и щупая замок. Еще большего достойно удивления. — Какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы. За самые дорогие цены делали. Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов, вшитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив. На лице изображалась какая-то надменная величавость. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились. И с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. — Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. — Топси, батько! — отвечали запорожцы, кланясь снова. — Не забудете говорить так, как я вас учил? — Нет, батько, не позабудем. — Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев. — Куда тебе царь? Это сам Потемкин? — отвечал тот. В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом, кафтанах и с пучками назадей. Он только видел один блеск, и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос. — Помилуй, мамо, помилуй! Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. — Встаньте! — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев. — Не встанем, мамо, не встанем! Умрем, а не встанем! — кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы. Наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем с величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине. — Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе. — Да спасибо, мамо! Провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему же не жить как-нибудь? Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев приосанясь выступил вперед. — Помилуй, мамо! Зачем губишь, верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались в чем-либо с Турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожское войско? Тем ли, что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев? Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточкой у своей бриллианты, которыми были унизаны его руки. — Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга. Теперь пора. — Царица спрашивает, чего хотите, — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю. — Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев, будь сказано, вашей царской милости сделаны черевички, что на ногах ваших. Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что если бы моя жинка надела такие черевички? Государыня засмеялась, придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел. — Встань, — сказала ласкова государыня, — если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. — Принесите ему сейчас же башмаки, самые дорогие, с золотом. — Правда, право, мне очень нравится это простодушие. — Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза настоявшего подалия других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежит к числу придворных. — Предмет достойно остроумного пера вашего. — Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, ла фонтена, — отвечал, поклоняясь, человек с перламутровыми пуговицами. — По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. — Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что насечи у вас никогда не женятся. — Як же, мамо, ведь человеку сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом. И кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. — Хитрый народ, — подумал он сам в себе, — верно, не даром он это делает. — Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные, падки, как и все честное христианство доскоромного. — Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше. Есть такие, что имеют жен в Украине. Есть такие, что имеют жен и в Турещине. В это время кузнецу принесли башмачки. — Боже ты мой! — Что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмачки. — Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них тщательно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие же должны быть самые ножки, думаю, по малой мере, из чистого сахара. Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем, правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное. Но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут насечи, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо «Выноси меня отсюда скорее». И вдруг очутился за шлагбаумом. «Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул!» — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посередине улицы. «Что ж, разве я лгуня какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?» — кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. «Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!» «Кузнец повесился? Вот тебе на!» — сказал голова, выходившая от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим. «Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница!» — отвечала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! Утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки!» «Срамница! Вишь, чем стала попрекать!» — гневно возразила баба с фиолетовым носом. «Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер!» Ткачиха вспыхнула. «Что, дьяк? Кому, дьяк? Что ты врешь? Дьяк!» — пропела теснясь к спорившим дьячиха в тлупе из заячьего меха, крытом синей китайкой. «Я дам тебе дьяка! Кто это говорит, дьяк?» «А вот к кому уходит дьяк!» — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. «Так это ты, сука!» — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поешь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе!» «Отвяжись от меня, сатана!» — говорила пятясь ткачиха. «Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная!» Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе. Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим. «Скверная баба!» — закричал голова, обтирая полое лицо и поднявший кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. «Эк, и мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться. «Так кузнец утонул. Боже ты мой! А какой важный живописец был! Какие ножи крепкие! Серпы! Плуги умел выковывать!» «Что за сила была!» — продолжал он, задумавшись. «Таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! Было теперь и нет! А я собирался было подковать свою рябую кобылу. И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату». Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толком баб. Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долей всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока налево, с левого направо и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной ноготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бронила себя. То, приутихнув, решалась ни о чем не думать. И все думала. И вся горела. И к утру влюбилась по уши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи в акулы. Его мысли заняты были одним. Он никак не мог позабыть вероломство Солохи. И сонный не переставал бронить ее. Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные, даже в синих кунтушах с золотыми назад усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, с щубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками. Все большую частью в кабиняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак Свербегус клал поклоны. Одна только Оксана стояла, как будто не своя. Молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств. Одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение. Слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж, ни одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжепевчи славно брал баса. Но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже Херувимы», всходил на крылосы и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титера. Уже отошла заутренне, после заутренней отошла обедня. Куда ж это в самом деле запропастился кузнец? Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад и мигом очутился в акула около своей хаты. В это время пропел петух. — Куда? — закричал он, ухватя за хвост, хотевшего убежать черта. — Постой, приятель, я еще не все, я еще не поблагодарил тебя. Тут, схвативший хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего в акула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко. — Я проспал за утренню и обедню. Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это верно Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако же, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедуется в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату, но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, которое не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу. Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему удивиться. Тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда в акула развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видно было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом. — Помилуй батьку, не гневись. Вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает. Отдаюсь сам. Во всем каюсь. Бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братал со спокойным батьку. Вместе хлеб, соль ели и могорыч пили. Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у его ног. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине. — Ну, будет с тебя, вставай. Старых людей всегда слушай. Забудем все, что было меж нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется. — Отдай батька за меня Оксану. Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная. Пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно. — Добре, присылай сватов. — Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи. — Погляди, какие я тебе принес черевички! — сказал вакула. — Те самые, которые носит царица. — Нет, нет, мне не нужно черевичков! — говорила она, махая руками и не сводя с него очей. — Я и без черевиков. Далее она недоговорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше. Проезжал через диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою. — А чья это такая размалеванная хата? — спросил преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщины с детятей на руках. — Кузнеца вакулы, — сказала ему, кланяясь Оксана, потому что это именно была она. — Славно, славная работа, — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах. Но еще больше похвалил преосвященный вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылес зеленую краскою с красными цветами. Это ж надо! Это, однако ж, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал вакула черта в аду. Такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили «Он бачьяка, как она малевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилась на картину и жалась к груди своей матери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова